Всем доброе утро! Начинаем новый влог. И сегодня даже такой новый влог с определенной темой. Сегодня я буду делать моментальный загар. Я его делала уже в прошлом году или два года назад, я не помню, у той же девушки. И планирую сегодня тоже сделать. Почему планирую? Потому что я сейчас у нас из-за того, что вот эта пандемия была и все дела, что-то как-то я не выходила, не загорала, все солярии были закрыты. Я не знаю, может, сегодня только там открылись, да? Но даже когда салоны все открылись и летние площадки, солярии были закрыты. На сегодняшний день, я не знаю, открыты они или нет, надо узнать. И я хожу на пляж, я в первый раз вышла там в бассейн на днях, вот, да, позагорали. И загар у меня набирается, на самом деле, очень плохо. Поэтому я решила, знаете, как иногда я подмазываю там, знаете, добавляю что-то в крем, чтобы немножко делать оттенок. Помимо этого я хожу в солярии, загораю, набираю. Помимо этого я хожу в бассейн, тоже набираю цвет. Но так как в этом году все очень сложно, да, я подумала, что можно сделать моментальный загар. И моментальный загар он же не защищает от солнца, да, ты все равно загораешь. Но при этом ты как бы сделала такую обманочку, типа ты загоревшая, да? Ну, короче, я планирую сейчас сделать моментальный загар. А сейчас придет мама, останется с малышом на пару часов, а я сбегаю, сделаю моментальный загар. Я планирую сидеть потом дома, потому что, по-моему, вечером, ну, сильно такой загар, по-моему, будет. Потом надо будет искупаться, насколько я помню, вот, и снять вот эту первую пелену. Вот, и я, наверное, сегодня никуда выходить не буду. Ну, и хорошо, потому что завтра, суббота, я собираюсь завтра выйти в люди, если я буду сильно некрасивая, загоревшая. На самом деле мне очень хорошо без загара, я больше даже, ну, я за лицо переживаю, да? Когда тело загоревшее, красиво, но когда лицо загоревшее, оно начинает у меня быть какой-то, не знаю, пигментами покрываться какими-то, неровный цвет лица. Но смотря как ухаживает, да, если следить там за тоном, то нормально все будет. Короче, я собираюсь, да, я собираюсь стать красивой, загоревшей, как бы, по-летнему. И почему, короче, загорать? Что пока будет мой моментальный загар сползать, я уже буду тем самым временем набирать загар. Узнаю за солярий, в бассейны хожу, как бы, да, и, насколько я помню, в прошлый раз у меня очень равномерно снимался этот загар, поэтому в этом году решила попробовать еще раз. Надо будет снять, кстати, все украшения свои. А еще у сегодня у Деньги бассейн, да. У меня, короче, час на все про все, мне надо поскрабиться, ввести Деньгу в бассейн, потом прибежать домой, оставить его и уже мчать на моментальный загар. Беру с собой, посмотрите, иду и после. Сейчас иду делать скрабик. Вообще, мне посоветовали взять гель солнышка, вот там какой-то PH правильный. Но у меня нет геля солнышка и нет времени его пойти купить. Я возьму вот такой вот Фаберлик, гель пена для ванны и душа Кошка Манго. Здесь не написано, что идут какие-то увлажнения, ничего такого, просто аромат. Я думаю, что он такой вот, прям как нужно. И смешиваю с сахаром, обычным сахаром. Нельзя использовать никакие косточки, ничего. Залог хорошего ровного загара. В общем, перемешиваю все сейчас и прям и лицо, и все тело скрабирую. Так, ну все, я сделала скраб. Сейчас у меня чуть-чуть стянуло кожу лица и всю кожу. Слушайте, скраб бомбический. Я вообще не понимаю, реально бомбический. Я начала смывать, только как будто у меня прям в масле все. Но на самом деле ничего не в масле. Я все смыла и чистая прям кожа. Обалденный. А я раньше думала, что сахар тает так быстро, что это такое. А он на самом деле, пока ты его наносишь, он еще подсыхает. И даже, ну, жесткий прям скрабик даже такой получается. Ну, он нифига не жесткий. Он как бы, ну, я чувствую, что скрабируется, но он очень мягкий. Кожа прям вообще какая-то брохотистая. Даже без крема. Вот сейчас я ее трогаю, она обалденная. Думаю, нафига эти скрабы с косточками, со всякими маслами. То кофейные разводы какие-то оставляют. Думаю, надо делать вот так вот, сахар оставить для этого. Хороший какой-то гель взять и делать себе скраб. А потом каким-то хорошим увлажнителем все это делать вообще. И нафига тысячу баночек с этими скрабами. Обалденный сахарный скраб. Напишите, кто делал. Вот. Я уже готова делать, чтобы не стесняло мне движения. Никакие, чтобы нигде никаких полосок не оставалось. Я уже приготовилась. Но сейчас мы с Денькой идем в этот бассейн. Вот. И мама уже должна за это время прийти. Я уже прибегу, оставлю малого и все. Так что буду его собирать в бассейн. Ну что, ты в бассейн готов? Да. Пошли. А мама у нас уже дома шуршит. Шуршит. Пришла. А она уже полики помыла. Постирала белье. Такая вот у меня мама-хозяйшка. И вот она что еще принесла. Вкусненькая. Сделала в микроволновке курочку с макарошками. Денька тоже, кстати, он макарошки ест. Нравится ему. Курица такая со специями. Как будто по-индийски что ли, да? Или что за рецепт это? Это я сделала вот в новой кастрюльке, которую ты мне подарила. Это стеклянный. Это в микроволновке. Ну там сметана, специи. Ну специи какие-то индийские, может мексиканские, нет? Ну нет, обычные специи для курицы. Ну очень необычно. Вкусно. Мягенько все. Вкусно. Соль пилит все. Спасибо. Ну все, детки мои. Запомните меня такой светлокожей, белокурой, аристократкой. Сейчас я вернусь это, как на полях поработала. И я приду просто молотень. Молотень придет. Не узнаешь, Дэнни. Ну все, реакцию потом вашу засниму. А вы посмотрите, в чем я, девочки. Вот, в розовых шлепках. А почему? Да потому что я ходила в бассейн и, представляете, забыла переобуться. Пошла в Дикинвай, в моих любимых шлепчиках ненаглядных. Вернулась в розовых. Я уже и опаздывать сейчас начинаю, но я все равно зайду и заберу свои шлепки. Не дай бог потеряются. Девочки, пришла в салон. Посмотрите, какая лестница красивая. Просто сразу слепит. Бриллианты. Кайф. Вообще придумали. Девочки, смотрите, какой дизайн красивый. Вот я бы себе на шкафах тоже такое бы хотела. Лайк тому, кто придумал. Все, я пошла переодеваться. Все, скоро будет шоколадка. Чуба, взять с собой кофе. Сейчас допью. Та-да-дам! Девочки, ну смотрите, я вспомнила, как это было в прошлый раз. Это не как автозагары, знаете, вот эти вот. Намазал, потом проснулся и офигел. И думаю, что теперь делать, как себе все это смыть. Здесь очень естественно, натурально все. Вы видите, я просто как будто чутка позагорела на солнышке. А даже нет. Какой чутка? Я как будто была где-то на морях, отдыхала и вот приехала. Вообще, вот так вот можно идти с подружками, встречаться, сидеть где-то. Я просто думала, что первое время, там, первые сутки, думала, мне нельзя будет выходить. Я вспомнила, да? Это все, вот такой легенький, красивенький загарочек. Посмотрите. Я просто огонь. Смотрите, где происходила вся процедура. Такая маленькая кабиночка. Вообще, буквально 10 минут, девочки, вся процедура происходит. Я вот сюда вот встала, покрутилась, профессионал все сделал. Как следует уже гласномет, он уже не один год и не два, по-моему, работает. А сколько ты убежала? Сколько ты работаешь уже? Мне кажется, уже много. Лет пять. Кстати, уже, да, уже рука настолько набита. Вот здесь всякие разные приспособы, разные варианты есть. Сейчас расскажу, какой мне сделали. Здесь, смотрите, девочки, трусики. Ну, я делала без трусиков, потому что я не люблю эти, как это говорят, полосочки, да, какие-то. Ага, вот такие, смотрите, эти дают тапочки. Вот они на мне. Видите, я их сейчас не снимаю, пока еще подсыхаю. В такой свободненькой вот пришла туничке. Шапочку дают, которая мне очень нравится, я снимать ее не хочу. Здесь можно снять макияж, здесь можно искупаться, если что, если вы не успели. Тут дают халатик, в общем, все, все, что нужно, ничего с собой брать не надо. Все дадут, здесь под кондером подсохли чуть-чуть, и уже красивые вот такие вышли. Следишь за мной? Так, что еще, смотрите, как красиво, шикарно. Шампанское наливай. Да, шампанское. Что-что? Это вот то, что в душе слечу, да? Вот, смотри, вот это полотенчик. Тапочки и халатик. Все одноразовое, круто вообще. О, какой крутой халатик. Такой потом домой можно забрать. Да, можно с собой забрать. Офигенно, розовый. Тащусь от розового. И вот, смотрите, мне сделали один из самых стойких сейчас. Меня сейчас накрасили, да? Ну, это как контроллер сейчас. Два часа я не буду мыться, купаться. И вообще надо аккуратненько мне вот так вот ходить, саму себя не трогать. Вот. А через два часа мне нужно принять душ. После того, как я приму душ, без всяких средств всяких, всяких разных всяких, я не могу налюбоваться на себя просто. Я что я сделаю потом? Все, потом я ничего не делаю, ничем не мажусь, просто хожу и кайфую. И на следующий день, завтра, так что у нас долгоиграющий влог с вами, вы еще увидите, как я буду завтра. После того, как я помоюсь через два часа, загар будет набираться, 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 набираться. И завтра утречка мы посмотрим. Если загар меня будет устраивать, то я просто мажусь кремом и останавливаю, как бы, накопление цвета. Если нет, то до двух часов я могу ходить, как бы, это максимально. И потом обязательно должна буду кремом воспользоваться. Но я рада, я уже красивая, то есть я рада, что мне прятаться не надо сейчас. Мне можно уже... Один из лучших лосьонов, которые существуют на рынке, самая долгая ноцка, вот это мне и сделали, да? А еще какие варианты есть, вот двухчасовой, а еще какие есть? У нас есть много вариантов, есть очень темные лосьоны, которые делаются вообще там... Мулатком каким-нибудь? Ааа, да, очень смуглая кожа, есть лосьоны, тоже один из лучших, сейчас это Клеопатра Лакшери. Ну и попробовать. Клеопатра он тоже выдерживается от 4 до 6 часов, в зависимости от типа кожи. Как бы, если очень светленько на 4, сколько... Мне подошел бы? Подошел бы. Надо будет в следующий раз попробовать его. Они, в принципе, я пользуюсь всеми хорошими, у меня вся идет, мне и к премиум-классам, я наберу классику, я не очень люблю. И они все выдерживаются от 2 до 6 часов, то есть не 12, не 16. А, ну в смысле, что искупалась и потом расслабилась? Сейчас в лето, вообще это очень удобно, 2 часа искупался и все. И лосьоны универсальные, то есть подходят практически для любого фототипа, но опять-таки я смотрю тоже, подбираю, вот. Класс. Приходите, все сделаем. Да, ждем, короче, завтра, какая я буду в итоге. Девчонки, я в таком восторге, на самом деле, я уже год назад, или два года назад была у Ани и делала вот этот вот загар. Помню, что все мне понравилось. Я помню, ну короче, я помню, что не было чего-то такого, чтобы мне не понравилось, да. И сейчас вот я пришла, опять загорела и думаю, что я, блин, раньше не сходила. Не, ну мы раньше собирались, она просто переезжала, вот она сейчас в этом салоне работает, просто нереально крутом. У меня сторисы там такие красивые, там такая лестница, просто я этот фильтр звездочки сделала, и просто я в замке реально нахожусь, все светится, бриллиантит, обалденный салон, и она в нем работает, это очень круто прям, вообще мне нравится. Комфорт, лакшери, все на высшем уровне. Вот, и реально круто, что сейчас, то есть это не такой загар, что вы должны раз там и сидеть дома. Ну, посидеть дома ближайшие два часа, просто чтобы потом искупаться, да, и все, и потом расслабиться уже. Это удобно, потому что лето на спеху, все куда-то спешат, вот. А то, что нет какого-то черного загара, потому что я помню, когда я пользовалась, какими бы автозагарами я не пользовалась сама, все равно что-то все выходит из-под контроля, и ты получаешься какой-то смешной, не там загоревший, вот. Контроллеры, кстати, на руки, на коленки мы наносили, на сухие места, в общем, на ножках и везде, чтобы загар там был не такой насыщенный, она обычно там темнее, да, то есть, ну, она все контролирует. И она прям красит, вот, она прям видит, где и что она красит, все супер, вот. Сейчас я включила кондиционер, потому что надо еще немножко охлаждаться, впитываться, и полпятого я уже тогда искупаюсь и расслаблюсь. Сейчас буду ехать домой, и по дороге надо купить без маслов, без масла, без содержания масла, каких-либо масел, кремушек, которым я буду увлажнять кожу, потому что чем более увлажненная кожа, тем дольше будет держаться наш загарчик, вот. Ну и красивая, красивая? Ну, это еще рано, это еще рано, но я все равно рада уже, я совсем вышла, блин, другим человеком, понимаете, то была какая-то эта сырая курица, а теперь прям, ну, подзолотилась чутка. А завтра гриль буду. Ну что? А я сразу включу камеру. Изменилась я? Ты какая загорелась, ты как на море погибаешь. Мне кисечка ко мне нельзя сейчас, ко мне нельзя еще часик нападает. А я помучулю смотрю. Помучулю смотрю? На большом, да, на большом. Ну, результат есть вот? Честно говоря, мне дома даже никогда больше. Ты видишь, что разница? Так это еще не все, сейчас я через часик смою все это, и только завтра будет конечный результат. Иди посмотрим на тебя. Так, ну что, мне кажется, что я еще более потемнела, сейчас пойду в зеркало на себя гляну, в этом ванне. Хотя нет, мне потемнело больше. Это, видимо, контроллер вот, который сейчас он там впитывается, и через полчаса уже смоюсь. Посмотрим. Я так не хочу смывать это все, я бы вот так выходила, наслаждалась. Купила крем, кстати, самый лучший. Вот он мне Аня сказала, сейчас покажу. Кафетку. Вот такой вот Johnson's Vita Rich. Я взяла с авокадо, еще там есть с малинкой, с чем-то. Говорит самое лучшее. Вот, будем мазаться завтра. И на протяжении всего времени. Ну что, мои хорошие, прошло 2 часа, да, и сейчас половина пятого, и я иду купаться. Я иду все смывать. Никаких средств использовать сейчас не буду. Просто все смываю, пока вода не будет чистая. А потом просто вытрусь, и все. И буду ждать завтрашнего дня, пока кожа моя будет темнить, темнить и темнить. Ну что, все, я смыла. Смылся мое золотистое напыление. Смылся мое золотистое напыление. Вообще. Я вообще русская. Смылась мое золотистое напыление. Немного непривычно хочется... Ну, такая вода, да, наверное, от воды что-то зависит. Хочется смазать кремом. Смазаться кремом. Но нельзя. Как минимум лицо хотя бы хочется смазать. Ну, кстати, я сегодня поскрабилась. И мне очень хотелось намазать лицо кремом. Но я не стала. Я перетерпела этот момент. Где-то, мне кажется, вообще даже полчаса. А потом, когда я уже пришла к ней, я уже вообще забыла про то, что у меня стянулось лицо. И она меня спрашивает, ничем не мазала, не это. И я говорю, нет, ничем не мазала. И ловлю себя на мысли, что у меня кожа не стянута. Она очень комфортно себя чувствует. И мне уже кремом не хочется намазать. То есть это, видимо, какой-то первый эффект после воды. А потом что-то, наверное, уже вырабатывает даже собственное тело. Собственная кожа вырабатывает что-то. И становится комфортно. Поэтому сейчас мне хочется нанести. Сейчас я чуть-чуть потерплю. И, в принципе, забуду. И будет потом уже супер-пупер классно. Но я вся в предвкушении. Мне реально безумно интересно, какой цвет будет. Потому что он еще как бы набирает не резко, а он постепенно набирает. И вот она говорит, ты завтра утром встанешь, посмотришь. Если тебе достаточно загара, то наноси крем, который она мне посоветовала. Наносишь крем и как бы стоп идет. Блокируется вот это вот. Если недостаточно, то уходи еще, наблюдая и смотри. Как станет достаточно, так наноси. Но, говорит, не больше, чем 24 часа. То есть вот в 2 мы начали. Там 10 минут процедура эта вся шла. То есть до 2 часов, максимально в 2, я должна нанести крем. Если позже нанесу, говорит, ну, может тогда там как-то и пятнами может слазить. В общем, лучше не доводить. Лучше стоп сделать. Ну, и мне прям любопытно. Я утром, как я проснусь. Мне кажется, я по максимуму захочу набрать загар, потому что мне очень нравится. И вообще не понимаю, почему я раньше к ней не пришла. Все. Получается, что я сегодня вечером монтирую видео. Смотрю свой любимый сериал «Любовница». Девчонки, я не знаю, я уже говорила, наверное, раз 100 об этом сериале. Ну, он реально крутой. Сейчас третий сезон досмотрела, просто рот открыла. И сначала расстроилась, думала, сериал закончился. И это раз четвертый сезон. Я думаю, вау, вот это подарок, счастье просто. Реально крутой, неожиданно просто крутой. Мне даже его никто не советовал. Я просто его решила... Ну, может кто-то советовал, но я уже забыла. Но я просто в своем приложении смотрю «Любовница». Чего-то так понравилось. Думаю, дай гляну. Ну, просто неожиданно крутой для меня. Так люблю, когда неожиданно все. Мне прям нравится. Я его хочу смотреть, я скучаю за героями, за сюжетами. Как же у них там все дальше будет. Уже привязалась к ним. Погуляли, пришли домой. Пока я тут с Милкой игралась, посмотрите на этого чудо-мазика. Что это у тебя тут? Покажи ручки. Фу, что-то размазываешь. Знаете, что это, девочки? Это сырок. То есть, осталось чуть-чуть сырка шоколадного, и он решил это вот все себе размазать. Зачем Зайта так сделал? А? Зачем размазал еду по рукам? А маме купаться сейчас нельзя, лишний раз в воде нельзя полискаться, а тебя надо мыть. Будешь сам сегодня мыться. Доброе утро, мои хорошие. Не знаю, как я сейчас выгляжу, надеюсь, уже немножко получше, потому что утром встала, какая-то вся немножечко это, легла поздно, встала поздно, поэтому немного такая прибывшая, может быть, стала. Так, смотрите на мой загар. Я проснулась, и загар реально прям потемнел. Вот, и сейчас я что? Ну вот, смотрите, помятенькие шортики немножко одела. Вот. Все ровненько, чтобы вы видели на фоне разбросанных денгиных игрушек. Все ровненько, видите, самые вот места такие, где обычно темнее, видите, нет никаких разводов, никаких пятен. Ножки тоже по бокам. Все идеально, как будто я загорала, как будто я загорала сама. Локти вот, посмотрите, идеально. Это не то, что мы сами себе загарчик делаем, да? Все очень круто. Подмышки. Та-дам. Вот. Животик класс. Короче, у меня загар еще набирается в течение 24 часов, то есть до двух дня. Сегодня, кстати, мама ко мне приезжает, остается с Денькой. Я пойду куплю, не куплю, а уже купила, заказала. Сегодня должна прийти раковина со смесителем одной фирмы в один цвет. Вот, покажу вам, кстати, наверное, покажу вам здесь или не покажу вам здесь. Я не знаю, или создать интригу. Вот. Ну, мне надо домой привезти все это, все. А потом мама меня отпустит, чтобы я пошаталась. Вечером поеду к друзьям, с Татьяной хотим встретиться, погулять. Вот. Короче, такой насыщенный план. Может быть, даже я закончу влог, да, на загаре. У нас будет этот влог посвящен такой больше загару на протяжении двух дней. Короче, все, сейчас я пока еще набираю загар, пью кофе, потом мажусь, делюсь всеми ощущениями конечными уже, да. Оставлю ссылку под видео на Аню и попрощаюсь с вами. А все остальное в следующем влоге будет. Так что оставайтесь пока. Девочки мои, приехала мама Чоли. Приветики! Приветики! Уже столько событий произошло всяких. Зеркало продала свое, большое, белое. Ну, потому что оно мне уже не нужно. Крепить я его никуда не буду. У меня в прихожей будут огромные зеркала. В спальне зеркало мне не нужно. А если захочу прикрепить, то внутрь шкафчиков прикреплю. У меня есть там отдельные маленькие зеркала. Вот. В детской тоже, если будет гардероб, там посмотрим, то зеркало возьму. Ну, короче, буду уже встроенные как бы зеркала брать. Поэтому отдельное мне не нужно. Я его продала в два раза дешевле. Так жалко было. Ну, женщина вроде хорошая. Я люблю хорошим людям продавать что-то подешевле. Вот. Что сейчас? Набрала я уже... А, я еще кофе разлила. Представляете, девочки? Стакан кофе просто вот так вот разлила. Все вот так вот было в кофе везде. И вот сюда полстакана где-то вылилось. Я не знаю, сколько оно будет сохнуть. Но оно прям мокрое. Полностью вот так вот стакан кофе. И сделала два глотка 300 мл. И все, нафиг вот так задела рукой. Это потому, что я утром встаю и шатаюсь. Все у меня шатается. У меня вот такая вся. Может все падать. И мне вообще надо аккуратно очень утром. Вот. Что еще? Все. Сейчас половина второго. В принципе, загар мой набрался уже достаточно. Вот. И я думаю, что пора смазаться себя. Смажу вот этим кремом, который посоветовала моя мастер. Здесь как бы там, короче, хороший лосьон именно вот для такого загара. Сейчас пойду намажусь. И остановлю процесс, а то буду мулатонькой. Ну что, мои хорошие, мои звездочки. Я нанесла крем. Он быстро тает. Текстура классная. Он быстро впитался. Потом я накрасилась. Для вас тестирую, кстати, тушь новую, белорусскую. На глазах у меня сейчас только накрасила ей. Будет отдельное видео на моем втором канале. Приоделась. Волосы, кстати, у меня в хорошем состоянии. Несмотря на то, что я их мыла позавчера. А вчера было у нас вот это вот, как его говорят, моментальный загар. И я вечно в гульке была там, да, и наносила какие-то средства. И вот это вот все. И при этом как бы прекрасно волосы себя чувствуют. Это радость. Вот. Ну вот смотрите, какая я. Накрасила светлую помаду сейчас. Можно было бы накрасить потемнее. Но что-то мне захотелось так посветлее. Все. Я сегодня в джинсиках. И вот в такой вот кофточке. Белую кофточку, кстати, пока одевала. Я ее одевала. Она такая, знаете, обтягивающая, да, ну, сзади на резиночке. И пока я ее одевала, вот эта сторона вся лицевая протерлась как следует по моему телу. Я немного переживала, вдруг останется след, потому что я уже не помню. Но на самом деле она вот идеально кипельная, чистая. И никаких следов нигде не осталось. То есть этот загар, он, ну, можно белое носить. И все прекрасно. Вообще замечательно. В общем, сегодня я собираюсь встретиться с девочками. Поэтому я такая вся нарядная, такая красивая. Потому что девочки, я вот заметила, сколько выряжаешься, всегда для девчонок больше. Я реально больше стараюсь вырядиться всегда, когда знаю, что там будут девочки, да. И, соответственно, себя показать, на людей посмотреть. Ты не должна там плохо выглядеть как-то. Вот я рада, что это все совпали, все эти условия. И загар, и все дела. Вот, поэтому все, я иду с ними встречаться. Денечка остается дома, с мамой Чоли. И сегодня она мне дает время провести с собой, со своими подругами. Я вас люблю, целую, прощаюсь до следующего видео. А как я провела вечер и все такое, это уже в следующем влоге. На Аню, на моментальный загар в городе Ростове-на-Дону я рекомендую только ее. Потому что она реально классный человек, большой профессионал своего дела. Знает все от и до, сделала все замечательно. Я обязательно к ней еще пойду. Я думаю, перед встречей я со своим любимым тоже обязательно намарафетюсь вся. И мне прям нравится. Я могу не запариваться. Вот даже сегодня Таня говорит, пойдем в бассейн. Я такая загоревшая, все прекрасно. Я говорю, слушай, ну сегодня в бассейн что-то можно и не идти, как-то по другому время провести. То есть отпадает много заморочек. Ну и сразу внешний вид. Кстати, скажите, как вам вообще? Идет мне загар вот такой вот, да? Мне кажется, очень идет. И с косметикой меньше заморочек. Я, в общем, на Аню оставлю под видео ссылочку. И в Ростове-на-Дону я рекомендую только ее. Тем более она работает просто в шикарном, приятном салоне. И сама она очень приятный человек. И все, рекомендуюсь к ней только. Все, мои хорошие. Я люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok